Удивительная, однако, история произошла со мной недавно. Я даже подумать не мог, что такое бывает и, если точнее, бывают такие игроки. Мне, конечно, часто пишут разную чушь в игре, да и вне игры, но чтобы так, я даже удивился. В общем, присаживайтесь поудобнее, сегодня я поведаю вам небольшую историю того, как мне пытались угрожать целая фома странных типов. Желаю всем приятного просмотра и совсем скоро мы начнем. Ребят, прежде чем я начну, просто быстренько вам напомню, что у моей девушки есть свой телеграмм канал. Я понимаю то, что многие из вас ее не знают, но хочу позвать вас туда подписаться. Ведь в ее телеграмм канале также появляюсь и я. Давайте добьем вместе ей кругленькую сумму и ей будет приятно и мне. Ссылочку, если что, я оставлю в описании и я правда благодарю абсолютно каждого, кому не лень сделать приятно, всего лишь нажав одну кнопку подписаться. Вот вы будете самые лучшие, еще раз вам спасибо. А те, кто подпишется, пишите ей сразу в комментариях привет от меня. Я уверен, она офигеет с этого. Итак, некоторое время назад, когда Джезус стоял на лидерке Балас, я в то время довольно-таки часто админил. Банил разных читеров, варнил и джалил нарушителей и дмщиков. И в какой-то момент мне в ВК приходит одно интересное уведомление. Открыв его, я вижу, как меня упомянули в каком-то рандомном посте на непонятной странице, вообще никому не известной. А написано было там следующее. Павел Громов, господи, ваша половина админ состава супер тупая. Нельзя было просто Диморган на 180 выдать. Аризона РП Сейнт Роуз, позор вам. Самп Аризона Роллеплей онлайн игра, если вы хотите больше популярности и хороших отзывов, лучше разбаньте, мой вам совет. Чё-то не устраивает? Пишите в ЛС, поясню за маты и неадекватное поведение с моей стороны. ГА лезет в РП процесс, а такого быть не должно. Пост на самом деле до ужаса смешной, ведь к нему были приложены скрины, где наша ГА сервера наказала одного чела на сервере за то, что он эскашил и дмил, и при этом грубо с ней общался. Он получил в итоге варн и после этого он сразу же настрочил этот пост в ВК. Зачем? Почему? Мне не ясно до сих пор, но я как увидел этот пост, так же быстро про него и забыл и даже не вспоминал. После этого на сервере начали происходить какие-то странные вещи. Время от времени у нас стали регистрироваться челики с никами, где есть некая Фома Армения. Суть в том, что они регали аккаунты и сразу же в репорт жестко меня и других админов оскорбляли, упоминали родных и вообще позволяли себе выражаться в крайне грубой форме. Понятное дело я сносил их пачками, не щадя, ибо какой смысл ты зашел на сервер, еще пишешь какую-то чушь в репорт. И ведь самое смешное, что мне стали кидать предъявы эти типы, мол, серверу хана и я пожалею. Вечные угрозы в игре и все вот в этом духе. Мне это было не особо интересно и я просто вводил команды бана по КД. В какой-то момент даже наша ГА, заметив создание этих ников и вечное оскорбление, снесла такого чела по IP, чтобы он прекратил создавать свои аккаунты и писать всякую чушь. Опять-таки, даже на это все мне было все равно, ибо ну клоунская ситуация. Челы регают аккаунты, пишут чушь в репорт, представляясь некой Фомой Армения, которая устроит хаос на сервере. Но в итоге, кроме как зайти на сервер с первого уровня и получить бан, они ничего не смогли. Аккаунтов было создано просто немыслимое количество, но 99% из них получили блокировки. И вот спустя какое-то время, тот самый пост дополняется новым комментарием со следующим текстом. Павел Громов, нафиг всем наказание даешь, особенно нашим софамовцам. Жди, а сала по фактам разнесет тебя. Ой, как опасно-то, конечно. Я даже знатно угарнул с того комментария и запостил его у себя в телеграм-канале, где многие из вас тоже над этим поугарали. Но история только начиналась. Спустя сутки, примерно, я стал получать инфу от своих знакомых, что тот самый создатель поста начал активно написывать моим знакомым и выпрашивать данные. Глупая картина, конечно. Но видимо его сильно задело, что его по кд банили в игре за тупое поведение. Когда я понял, что какой-то школяр начинает заниматься чепухой, я решил ради угара написать ему личку в ВК. И написал я простое сообщение. Заняться нечем. На что на следующий день последовали ответы по типу «В смысле? Ты о чем? Я не понимаю». Ну и так далее, короче. Решил внезапно включить дурака. Далее пошел диалог, где я стал у него спрашивать, нафига он после обычного варна в игре, причем даже не от меня, а от ГА нашего сервера, стал устраивать клоунаду. Тут он мне стал затирать, что это РП-процесс. Ну да, я конечно не в курсе всех подробностей, но эскашить или ДМить вроде как не входит ни в какой РП-процесс. Мне не особо было интересно с ним общаться долго, поэтому я просто предупредил, что если он не прекратит так нарушать, создавать кучу аккаунтов и оскорблять родных администрации сервера, то в конечном счете просто попадет в ЧС и адекватной игры ему на сервере не светит. А основной аккаунт просто улетит в вечный бан. На что последовал самый странный ответ из всех. Чел стал мне затирать, что с его компа играет не он, а целая его семья. Что все его братья заходят на сервер и играют так, что он вообще тут ни при чем и трогать его нельзя. Конечно это смешно, какие еще братья с одного компа. Но потом картина изменилась и он стал затирать мне, что все это делал не он и не все остальные из семьи, а именно его брат. Старший брат. Мол он имеет какие-то претензии ко мне и он со мной хочет разобраться. Тут мне особенно стало весело, ведь пахло все это самым настоящим враньем. Но я решил просто написать ему, мол пусть тогда твой брат запишет мне голосовое сообщение и все выскажет, все свои претензии и что его там гложет. Когда я это сказал, я надеялся, что все это обернется глупой шуткой или отмазой, но нет. Он реально записал голосовое сообщение мне, причем на 30 секунд, ну почти. То есть он дал свой телефон брату, а тот уже высказался мне. К этому голосовому сообщению мы еще вернемся, не переживайте, ведь ситуация уже попахивает чем-то странным. Неужели реально там какая-то секта типов, которые точат на меня зуб? Через несколько минут мне пишет этот же чел и уже записывает сам голосовое сообщение, сказав, что прошлое было от его брата, а вот это он уже записывает сам. И вот как оно звучит. Я не знаю, что он там тебе сказал, короче. Ну какой-то странный тип, мой старший брат. Я даже боюсь при нем это говорить. Напомню, это второе сообщение. Первое я еще вам не показал, ведь ситуация по сути вышла из-под контроля. Его старший брат реально решил со мной разобраться. Из-за игры. Ну вы поняли. Ну что ж, я дам вам послушать это голосовое, но чтобы так жестко угрожать, да еще из-за какого-то варна от другого совершенно админа, это конечно трэш. Итак, внимание, вот то самое первое голосовое от его старшего брата. Слышь, Пашка, короче, раз ты болотуешь там Баус, там еще кого-то, создаем твиньки, просто мочим тебя тут. Там, без читов, конечно, но то, что я тебе сказал, малой, ну что-то пиздил колочу тебе. Вот, как бы, снимайся с лидерки, пожалуйста, иначе тебе, ой как, уйдется. Ха-ха-ха, если вдруг кто-то еще не понял, этот чел, когда я попросил его позвать типа старшего брата, решил присесть поудобнее, возможно на бутылку, и напрягая свой 9-летний голос выдал вот такую вот приколюху. Никакого старшего брата нету, и он тупо притворяется, да еще и оправдывается мне сразу же, что это был старший брат, а потом он уже сам записал свое нежное второе голосовое сообщение, это конечно кринж. Короче, дальше разговор уже шел крайне скучный, ведь мне уже было неинтересно слушать истории, которые по сути тупо придуманы. Он даже просил его в итоге разбанить в новом голосовом, ну и под конец всего этого я решил просто спросить, а с чего вообще все началось-то, кто и зачем тебя забанил, зачем ты кучу аккаунтов создавал, к чему все эти притворства, короче расскажи все как есть, мне уже самому интересно. И вот он написал целую поэму со всей этой историей. Ладно, расскажу все в спешке, началось все с того, когда ты по мнению многих начал блатить джитусом балосов, добавив им ЗЗ, ЗЗ это зеленая зона, в ней урон не проходит. А многие, в том числе и я, ошибочно предполагали, что ты блатуешь так сказать. Один бан на Асала Армения, десять дней за неадеквата, там походу я писал из-за того, что меня в демар посадили или по другой фигне. А другой аккаунт, Сосок Армения, уже ты забанил за оскорбление администрации, я признаю, был виноват и глуп в тот момент. Поначалу я создавал кучу аккаунтов, чтобы к джизусу в банду попасть, а когда меня приняли, чел какой-то гражданский начал творить фигню, он бил балосов, ну и я его задеймил. Джизус меня кикнул из организации, и я с подгоревшей садницей сделал твинки и разносил балос. Больше впредь буду думать, что делаю, и теперь, когда ты меня предупредил о следующих последствиях, а именно ЧС, я больше не буду в репорт писать ужасные вещи и не буду творить трэш на сервере, то есть дэмить, эскашить, читерить и так далее. Это все осталось в прошлом, и я надеюсь останется. Самое тут смешное, что я никаких зэзэ никому не добавлял, а если на респе балос появляется зэзэ, то очевидно его добавил кто-то из админов для защиты респы от вот таких вот как раз таки эскашеров и нарушителей. Я наоборот только за то, чтобы на каждой респе была зэзэ и никто не мог ее разносить. Но чел, ошибочно предполагая, что я сделал зэзэ, подумав, что это еще и блат, получив за свои выходки джайлы и варны и даже баны, решил создавать твинки и разносить сервер, попутно мне угрожая. Ну и бред конечно в голове у него был, но суть в том, что в итоге этот чел решил извиниться, пообещав более не нарушать. Я дал ему ответ, ну слушай, если ты реально исправишься и будешь нормально играть, то никаких претензий и в Фому даже к нам попадешь. Все будет, главное будь адекватным. И вот бан его на основе спадает, он продолжает играть, даже через Жизуса попал в нашу Фому и все было окей. Но однажды я зашел за ним в спек и увидел, что в его истории наказаний уже есть ДМ после только что закончившегося бана. Мне стало интересно последить за ним и понять, как же он исправился и не нарушает ли больше. И как же было забавно наблюдать за тем, как на моих глазах этот чел просто взял и начал по новой нарушать. Пообещав мне, что исправится. Я ему даже сказал, что в Фому нашу попадет, в итоге он попал. И вот что я вижу. Короче я его сажаю на 5 часов в Димарган, даю 5 дней ганбана и увольняю с нашей Фомы с ЧС, дабы более он в ней не фигурировал. Этот момент является еще одним доказательством, что верить ДМщикам и неадекватам нельзя. Что бы они ни говорили, в конечном итоге все равно нарушают. Поэтому я и перестал верить и всегда знаю, что переставать следить даже за теми, кто исправился, я не перестану. И заметив за ними снова нарушения, уже выдаю во много раз более жесткие наказания. Что с этим челом будет я не знаю, но если ситуация не изменится, он просто доиграется и потеряет доступ к нашему серверу. Но вся ситуация конечно забавная. Если что, все это происходило на нашем сервере Arizona Saint Rose. Я играю только здесь и если вдруг вы захотите поиграть вместе со мной, то помните самое главное. Вас здесь ждет очень крупный и халявный бонус, смотрите. Если вы при регистрации укажете мой ник вот так и после прохождения начальных квестов на пятом уровне укажете мой промокод хэштег Dapo, за эти простые действия вы сможете залутать больше ляма вир, а может даже и все 10 миллионов. Все зависит от вашей игры. Так что ребята, скорее заходите, играйте вместе со мной, я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а с вами был Dapo, спасибо всем за просмотр, совсем скоро увидимся в новом ролике. Ну а кто досмотрел до этой секунды, пишите в комментариях слово КРИВОГУБНИК и тогда я точно буду знать, что вы смотрите ролики до самого конца. Все, всем спасибо, всем пока.